привет дорогие друзья сегодня обещано видео с образцами из пряжи из турецкой пряжи ice yarn в целом хочу сказать что мне понравилась пряжа ice yarn я вязала с серой пряжей шарф с желтой пряжи начала вязать свитерок и сейчас подробно расскажу вам я вязала образцы вот например образец розовой пряжи катоновая катона катон акрил катона здесь 65 этих процентов и акрила 35 предполагается 3-4 миллиметра спицы предлагает нам этот производитель я вязала номером 4 вот номером 4 вот такими спицами неважно вязал образец 20 на 20 петель уже его постирала вот такого он вида получился суть в том что он уже постиранный он не изменил особо своей своего размера вот он какой был такой остался единственное что мне не нравится в этой пряжи ее цвет такое впечатление как будто он знаете поношенный такой вот уже розовый такой немножко как бы полинявший ну это на самом деле это сам цвет такой вы видите если вам плохо видно то поверьте мне на слово сама пряжа такая знаете как будто бы уже ее поносили вот такой образец думаю связаться не какую-то летнюю может быть кофточкой без рукавов может быть что-нибудь не знаю что свяжусь не вот она очень такая мягкая получилась не плотный не плотная вязка вязала в одну нить всего лишь вот и собственно говоря вот этот кусочек из этой пряжи у нас получился и и откладываем следующая я вязала в две нити уже это вот такой кусочек такой образец из пряжи из вот этой пряжи и заливковой пряжи я вязала здесь в два в две нитки тоже четверочкой но знаете я бы я думаю что видите какой плотный получается по сравнению вот с этим вот с этим у них одинаковой толщины нитки вот покажу одинаковые толщины нитки и на ощупь они тоже такие практически одинаковые единственное здесь составе я уже говорила но повторюсь здесь составе у нас 22 процента катона 22 процента катона 29 процентов шерсти акрил 20 и нейлона 29 вот я попробовала связать двумя в две ниточки вот что из этого вышло 20 значит петелек на 20 рядов как видите достаточно плотный вот в просвет я делаю до просвет пытаясь вот вот он такой плотный мне понравилось вязать тоже мягкая мягкая пряжа не колючая прикольная вот следующая пряжа которая о которой я хочу вам рассказать это вот такая пыльная грязно грязно-розовая пыльно-розовый не знак называется вот тоже вязала в две петельки потому что достаточно 2 господи нитки потому что очень тонкая пряжа и в виде в просвете как получается не плотно и скажем так не совсем жиденько на но вот она по ощущениям колючая немножко колючая ткань ой пряжа совсем чуть-чуть но не знаете не смертельно по сравнению с серой который вам чуть позже расскажу это вот такая пряжа была у нас айс я на очень тоненькая ниточка как видите и в составе у нас 25 процентов альпака 20 шерсти 55 акрила вот в целом она мне очень нравится я думаю на какой-нибудь зимний свитерок зимний осенний может быть весенний какой-нибудь свитерок или может быть кардиганчик будет вполне неплохо пряжа честно говоря не помню состав я вам постараюсь в описании внизу написать состав этой пряжи а нет пройдите по ссылочке с моим видео об этих об этой пряжи вообще в целом здесь связано 1 1 ниточкой достаточно плотно 4 здесь четверка достаточно плотненько получилось здесь помню шерсти мохер здесь много чего составе акрил тоже есть и тоже 20 на 20 это четверка я связала он такой плотненький вот этот кусочки связала пятерочкой вот или шестеркой тоже не помню по запамятовала ну то есть больше диаметром спицы связала по моему шестерка я попробовала вязать вот и он получился видите немножечко более такой жидковатый образец и вот этот конечно он и выигрывает и по петелькам пара по ровностям по как сказать правда по значит равно те петель собственно а вот этот немножко вот вот такой получился можете видеть все они постираны из него я хочу вам показать какое связала шар в целый шарф я вам показывать не буду он чуть больше двух метров вот такой получился у меня шар он еще немножко влажный он еще не закончен я еще даже видите у меня петельки не спрятаны еще значит на этот шарф мне ушло 5 с копейками клубочка клубочка в 50 грамм сколько-то там метров вот ну собственно шарф мне очень нравится но еще раз повторюсь он колючий он прямо на за на зиму зимнюю такую знаете вот у меня такой узор собственно шарф я очень мне понравилось вязать такая легкая вязание пряжа крупная и последний образец который вам хочу показать это вот из этой пряжи асьярн ральф мохер называется желтенькая здесь у нас очень тоненькая пряжа здесь две нити нам советуют вязать мохер 20 процентов мохера 30 процентов шерсти 50 акрила вот такой образец получился но я вязала и в одну нить образец получил значит не могу вам показать его сейчас очень такие получаются петельки ровненькие если вязать на тройке или на или вообще на два с половиной получается очень тоненькие ровненькие петельки здесь видите у меня петельки гуляют вот связала такой образец два вида ажура у меня здесь я пыталась посмотреть как он смотрится в ажуре да это это пряжа в одну ниточку троечка я здесь связала вот получилось вот такой вот такой образец не знаю насколько вам видно ли хорошо но не знаю мне не очень понравилось в ажуре он и кстати достаточно она не колючая сильно но вот что-то вот этот мохер наверно дает о себе знать а может и шерсть не знаю такой немножко колючковатый на лето наверно будет жарко ну вот на весну я думаю будет вполне вот такие были мои образцы я в целом довольна этой пряжи потому что за эту цену которую озвучила вам прошлом видео я думаю что стоит покупать особенно для начинающих вязальщиц которые еще руку не набили которые еще вяжут там не совсем хорошо да и не знаю быть и обычные вязальщицы профессиональные может быть берут просто для меня очень дорого покупать пряжу например на тот же плед или на тот же шарф там супер-пупер дорогую и потом молиться на него не знаю потом если вдруг не получится там перевязывать там что-то еще а вот значит из вот этой вот пряжи серый например я так быстро связал этот шарф и мне не жалко было пять с половиной мотков просто отдать считайте пачка пряжи уходит на в пачке в этой было 6 мотков то есть получается 300 грамм почти у меня ушло на один шар так что вот не жалко было вот такие были мои образцы если вы хотите что-то купить не бойтесь смотрите обязательно читайте состав потому что там состав бывает очень разный и покупайте если хотите я просто надеюсь что было вам полезно и надеюсь что это видео вам помогло выборе не знаю так что ждите следующего видео я спасибо за просмотр всего доброго